ребят всем привет сегодня вот короче принес гитару в хижину музыканта краеве арсланова эту гитару я даже не открывал мне ее отдали она короче очень старые древние еще советских времен с этим который покручивают отверточкой есть такие гитары на болту на болту да вот такая вот раз красотка смотрите такая немножко гламурная тут какие-то штучки сзади какие-то надписи да просто ради интереса я эту гитару вот реально ребят зуб даю золотой я эту гитару не юзу она вот такая вся в пыли вот смотрите покрытой пылью даже картошку можно сажать наверно там просто интересно смогут ли гитаристы блогеры миллионники прошу тебя вы видели толщину до расстояние между струнами пробег пробег огромный огромный чё попробуем аккорд am зажать давай ну зажать то я зажал но она просто сама не нас ема тут слой пыли как после войны но а горды можно зажать только их надо реально строить а если мы настроим она может а может быть ее настроим пониже принципе видите кузнечика еще можно но все остальное если не хотите решить пальцев не стоит играть нету мне кажется да давай я попробую чем взял медиатор нашел в куртке завалялся это мажор на год как мандолина а кстати у укулеле какой строй ля ми до соль снизу так что тюнер нужен так тюнер мне нужен вот я первые три настроил ребят тут реально расстояние как как до китая смотрите вот я даже могу вот посмотреть через эту про щелочку на вас сказать вам чтобы вы подписывались на канал а вот я походу настроил 4 струну лучше глаза закрыть в таких случаях чтобы не было последствий кстати маленький лайфхак когда настраиваете гитару должен играть ну типа вот кварта кузнечик все кроме 3 струны которые настроены очень низко а вот я и настроил рай попробуй что-нибудь из твоего любимого сыграть то что ты прямо ну хотя бы секунд 15 бесплатно на камеру так погнали так погнали так погнали как будто под водой Ты точно настроил? Глент, я не точно научусь. Успела расстроиться? На это точно научится? И она мне испачкает всем белую футболку. Да. Так. На одной странице только играть, кстати. В принципе, неплохо, да. Раиль, вот смотри, может быть, я ее, конечно, не так настроил. По-монгольски, по-китайски. Попробуй ты подстрою, я попробую человеку сыграть. Для чистоты эксперимента. Ну вот, на основе этого тона, что ли? Ну, на основе, да, первой струны. Дело в том, что не только надо по открытым настраивать, то, что мензура уже сломана. Ты нажимаешь, и она меняет тон уже. А как ты думаешь, можно ли сделать из какашки конфетку? Не знаю, если многое потратится. Нет, я имею в виду, да, если эту гитару отдать мастеру, лекарю, гитарному доктору, чтобы он из нее сделал инструмент. Думаю, да. По крайней мере, надо струны подставить другие. Хочешь сделать эксперимент? Ну, я хочу, да, вот то, что мы сейчас вот сыграли, я ее только перед вами открыл. Честная пионерская, я ее не открывал. Вы даже видели вот этот огромный слой пыли на этой гитаре. Я ее завтра, послезавтра хочу отдать мастеру, чтобы он ее привел в соответствующий вид, и уже потом делать на ней какие-то вещи, творить, играть, сочинять. Что, как успехи? Потихоньку. Ну, на, пробуй. Блин, ребят, время уже 11 час доходит. У тебя как тут соседи-то? Ну, вот и проверяем. Да? Пока. Мне кажется, что соседи Раиля каждый день слушают хорошую музыку. И им плевать, хотят они этого или не хотят. Да, я тебе сказал, деваться некуда. Да. Восточный, да? Или другой атомный? Идеально звучит. Даже менять не надо, мне кажется. Ну, вот, не только красивый, но еще и вот со своей аутентичностью, звуками Востока. Да, такая восточная гитара. То есть, если на ней ничего не менять, то, в принципе, восточные мотивы можно не играть. Не репетируй. Да, не репетируй. Тут уже она настроена под восточные. А давай просто попробуем, вот, я сыграю на... Вот ты же настроил ее, да? Подожди. Нет, уже настроилась. Даже не пытаясь. Соль-соль сделал. Подожди. Ты с четвертую сделал, как соль. А, да? Да. У тебя своя аутентичность. Да, как соль сделал. Вот, все вроде. Блин, да что такое? Она же была настроена... Нерабочая, да. Нет, смотри. Нерабочая, ми-си-соль-ре-ля. Ну, видно, открытые они, да, работают. А когда зажимаешь... Ну, ладно. Дай, давай, давай. Блин, там этот нажать надо. Нет, там идет, запись идет. Давай, продолжаем. Я думаю, на концерте консерватору надо играть звуки ада. Нет, ты представляешь такую ситуацию? Для вас выступает заслуженный артист Российской Федерации. Притворил за это. А тут даже притворяется нет. Мне кажется, ты пассаж вот этот вообще круто сыграл. Как я прям... Где его, когда его выучил-то? Как раз вытопаем идет. А, да? Да. Там нереально. Только с медиатором, если. Да. А ты, кстати, с медиатором играешь? Что-нибудь можешь? Нет, редко. А ты же этот риф играл. Ну-ка, ну-ка, тогда вот так сейчас сделаем. Маги-вош. 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 Раэль, ну это классно. А кто твой сенсей был вообще по гитаре? Сенсей по гитаре? Кузнечик. Нет, ты помнишь, когда первый раз взял в руки гитару? Да. Я учился по песням. Первая песня «Чай», потом «Зверик», потом «Чучуцой». Какой набор? Сколько там уже? 11 минут. Не надо на 100 минут. Нет, а может вообще все вот так вот выложить? Ну, можешь. Ничего нет-то просто. Это реальное видео, ребят, вот мы просто... Домашние, да? Да, пришел в хижину музыканта, к Раилю в гости. Попили чай, пообщались. Вот. На память. Да, то есть, ребят, из этой гитары я хочу сделать конфетку и уже на следующей неделе уже записать что-то на новой гитаре, можно сказать, уже после, как сказать, тюнинга, ремаси. Как это? Вот. Окей. Посмотрим, послушаем, что получится. Ну, давай просто для чистоты эксперимента я попробую сыграть. Вот ты угадаешь мелодию? Смотри. Да. Бах сейчас в гробу. Наверное, как вентилятор вот так вот. Сделаннулся. Не, ну ты, кстати, молодец, что догадался. А вот это, смотри. Да. Это Боцер, да. Нурецкий. Студе, неплохо звучит. Мастер. Неплохо. Для тех, кто не слышал, как на самом деле неплохо. Ну, я-то вот, видишь, узнал. Не, ну ты-то да, ты узнал, да. Кстати, прикольная рубрика. А вот это, смотри. Поворотный марш. Сейчас битхоин, наверное. И ломные сзади. Ломные сзади, да. Ломные сзади. Ты, кстати, сразу, а ты как, ты догадался? У тебя слух такой? По ритму. А, по ритму? Да. И по начальству, который коллизим под. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да, 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 да. Нет, а давай чем-то посложнее. Ну ладно, давай вот что-нибудь такое, смотри. А, это же ход Шлили Пэмерт, да. Прикольно. А песня, как называется? калифорния кейшен называется а интересно можно ли использовать тебя как барабанщика ты можешь какой-то ритм на ней отбить если я просто сыграю например но там руками или попробуй попробуйте что-нибудь сыграть я просто попытаюсь угадать что на любое твое усмотрение что-нибудь такое общеизвестное и популярное вообще пофиг мой устал, окончен бой, и у портвейны буду домой да неправильно наступил на горло, нет, это же Агат Кристи да 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 давай что-нибудь еще сыграй давай, погнали это же она и есть это, блин, ну я понял из рекламы песни song 2 да 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 группа забыл ты уже что-то blue там да 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 нет, давай еще blue так и называется да, последнюю что-нибудь сыграем последняя? да вот сложная такая хахаха ты не узнаешь девять раз шазам сейчас включу я знаю эту песню эта песня называется mad 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 world mad world точно, да кстати, первый раз эту песню летом услышал-то, прикинь и она мне так понравилась да, этим летом и я потом узнал, что ее во многих фильмах крутили многие группы да, но наш древний и последняя мелодия да да стоп Раиль это песня для самых брутальных и мужественных таких альфа-самцов да 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 это песня из этих, вампира, какого? сумерки да подожди, это вот это? да 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 вот и угадай мелодию да прикольно прикольно ребят, вот такой вот экспериментальный home-видео да Продолжение будет очень скоро Когда модернизируют гитару Да, когда модернизируют Ну все Завтра выходной Нет, это же монтаж Да, в группу уже много вещей